Всем привет дорогие друзья, с вами Рома. Сегодня будем играть на сервере Кристалликс. Играть мы будем в новый, недавно открывшийся мини-режим под названием Выживание в России. Что же тут делать, вы спросите? А на самом деле всё очень и очень просто. Тут нужно выживать в России, да. Сейчас мы играем на сервере, который называется Выживание в Перми. Пермь. И у меня уже доход, заработок 1.35 рублей в секунду. Какой маленький доход, ребят, но всё-таки он есть. И для сервера это доход не такой уж и маленький на самом деле, особенно для новичков. Тут видите, как уже видите, можно покупать мотоцикл, всякие автомобили. Короче, много ещё можно покупать здесь. Давайте сразу звуки потише сделаем, потому что они тут громкие реально. В общем, поначалу, так как у вас ничего нет, даже квартиры на этом сервере. Это, кстати, похоже на GTM немножко. Вам нужно собирать бутылки. Их просто собирать, просто срубайте, так звук струбания травы получается. Ну, потому что это трава. Но не заморачивайтесь. В общем, это бутылки. Всё. Мы, в общем, собираем бутылки. И дальше, что же нам нужно сделать? Вот спросите. Кстати, тут можно разные фирмы покупать и бизнесы. Но об этом чуть позже, конечно. Также вот вы заспауните здесь, на спауне. И, собственно говоря, тут можно всякие вещи вот так пофармить. На самом деле, реально, пробегитесь тут. Пособирайте бутылок. Я думаю, это будет вполне годно. То есть, вы заработаете этого денежку. А если ещё и бустер включен, так вообще офигеть. Просто миллионером станете. Поэтому давайте сейчас побежим, пособираем здесь бутылки. Мне, конечно, это не особо нужно. Хотя это и даст буст по деньгам. И, на самом деле, у меня ещё не такой высокий доход на сервере, чтобы я не собирал бутылки. Но тут ещё даже можно работать. Но чтобы работать, нужна одежда, ребят. И, на самом деле, тут даже гуча есть одежда. Прикиньте, вообще шок. И если вы приобретёте себе одежду, то вы уже сможете переносить грузы. То есть, нажимая ПКМ на шалкер-бокс, он нас забирается. И мы так замедляемся, потому что он очень тяжёлый. Идём, 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 идём. Это как в сапе. И переносим груз сюда, и вам дают 6 рублей. Неплохо, неплохо. Это как 3 дешёвые бутылочки. Ну, примерно так. Кстати, тут нужно покупать еду, потому что вы можете проголодаться, да. Поэтому давайте сейчас купим еду. Мы купили её изи. Потом этот бизнес можно будет купить за 40 тысяч рублей. Ну, пока что у нас таких сумм, конечно же, нет. Не будем покупать. Ну, иногда мы не на что покупать. Вот. У нас 800 рублей. Немножко мы потратили на еду. Ну, а мы сейчас это всё восстановим, на самом деле. Также можно кофе купить. Не знаю, что он даёт. Фиг знает. Ну, это хп восстанавливает. Но мы, в общем-то, побежим вперёд. Вперёд, вперёд. Побежим. Пофармим ещё бутылки. Тут их, на самом деле, много. Реально. Вот даже казино. Всё ёлки-палки. Шок. Просто, блин, шок. Можно квартиры покупать. Кстати, сейчас мы этим займёмся. Хоусе. Хаус. Пэй. Надо, короче, заплатить за дом. Тут можно арендовать квартиру, да. В гостинице, и мне кажется, что я просрочил аренду. Хотя, может, не просрочил. Не просрочил. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим на эту. Тут можно купить гаражик свой, да. Вот за такую сумму. Допустим, за 2000 рублей. Тут они по-разному стоят, да. Или одинаково все. Мне кажется, что одинаково они стоят. 2000 рублей. Две, блин, да. Они всё деться стоят. Ёлки-палки. Ну, сужд. Дороговато. 2000 просто за место, где вы будете спавниться. На самом деле, пока что, по крайней мере, гараж даёт и гостиница. То, что вы просто спаунитесь рядом, и всё. То есть, это удобно, что не надо бежать от спауна. Но, с другой стороны, конечно, как бы ещё, причём бы не побежать с спауна. В этот момент вы на фармите бутылок, блин. Ладно. Также транспорт, конечно, нужно заправлять. Видим, команда тут, видите, фойл надо прописывать будет. Поедим. Поедим, не забудем поесть. Давай. Ну, 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 пожалуйста, тут сервер лагает, особенно, когда много человек. А сейчас много человек. 279, блин, на одном сервере. Хотя бы, как вы заметили, тут никого не видно. Но вот так вот устроен режим пока что. Вот столько мы денег получили. То есть, ну, неплохо. Неплохо, я вам скажу. И у нас уже почти 1000 рублей. Если бы я бы... У меня бы ещё не было моих собственных снегоуборщиков, то я бы мог их купить вот здесь вот. Снегоуборщик. Изначально он стоит всего 1000 рублей. Мы просто подходим, зажимаем shift. И у нас открывается меню. И мы нажимаем на зелёную кнопку и покупаем. Всё элементарно. Кстати, тут есть шаурма у вазика. И мы можем её купить. Он будет вам приносить деньги. Но вот саму шаурму не надо покупать. Потому что она не очень выгодная, я вам скажу. Что-то она дорого стоит. Лучше не покупайте. Если вам надо купить автомобиль, ну, есть, допустим, доставка суши, доставка роллов. Вы тут за этого тоже получаете денег. В районе деньги 80 рублей. Вы можете купить транспорт. И на нём быстро доставлять всё это дело. И будет очень классно на самом деле. Но транспорт, видим то, что он стоит денег. Но мы не видим, сколько он стоит. Я не знаю, что за бак. В общем, так говоря, не видно, сколько стоит. Какого-то неизвестного, скажем так, хрена. Ну, я не вижу, в общем, сколько стоит. Поэтому бесполезно на самом деле что-то смотреть. Но, по-моему, там... Не знаю, что там с ценами. Ладно, возьмём эту тему. Давайте попробуем доставить реально с суши какие-нибудь роллы. Я не знаю, что там конкретно доставляется. И также попробуем заплатить за нашу гостиницу. Потому что мне, опять же, как я говорил в начале, кажется, что я, блин, забыл заплатить за аренду гостиницы. Ёлки-палки. Поэтому давайте сейчас быстренько побежим в гостиницу, собственно говоря. И заплатим за аренду. Мугл есть. Компания, её можно приобрести. И суши-бар. Вот здесь как раз мы будем доставлять на суши. Но для начала давайте-ка посмотрим на одежду вообще. Я вам покажу, как это всё делается. Просто забегаю в магазин. Тут примерочная есть. Можешь зайти и такой. Опа-па-па. Ром из здания. Ха-ха. Сделать селфи. И, собственно говоря, пойти к кассе и приобрести одежду, какая вам нравится на самом деле. Вот так она стоит. Таких вот денег. Я не знаю, как бы, зачем вам... Я вообще не знаю до сих пор, зачем более лучшая одежда. Более... Фух. Хорошо, что у меня не было денег. Я нечаянно нажал. Я не знаю, зачем более хорошая одежда нужна. Для чего? Может, бизнеса нельзя купить в плохой одежде? Хрен его знают. Но одно я знаю точно то, что одежда начального уровня, самая дешёвая. Кожаночка, которая называется у нас Нюк. Она нужна для того, чтобы просто ночью вас не дамажило. Потому что ночью от холода вас дамажит реально. Ладно, давайте попробуем доставить с суши. Это просто делается, на самом деле. Подбегаем, нажимаем ПКМ. И у нас появляется, собственно говоря, видите, радар, счётчик. Не знаю. Видите, в центре экрана. И мы можем бежать. Бежать также у нас координаты появляются. И у нас название дома. Квартира. Хаус 25. Ну, собственно говоря, вот поэтому мы можем бежать. Благодаря... Опа, что я куда-то пробежал. Походу, по координатам надо бежать. 8 и минус 67. Так, где у нас карнеты? Вот они. 8 и минус 67. Вот туда надо бежать, короче говоря. Бежим прямо. Бежим прямо. И надо найти квартиру номер 25. Квартиру номер 25. Окей. Ничего, в принципе, страшного нет. Быстро найдёт, думаю, эту квартиру. И нам показывает, сколько блоков осталось до неё. 24 и 25. Всё. Видите, мы получили 66 рублей. Ну да, получили меньше. Видимо, всё-таки влияет скорость доставки. Ну окей. Окей, в принципе. На 1200. Ну, в принципе, да. Хорошую сумму мы получаем. Опять же, можно было это заработать просто поиском бутылок. Но кому как интереснее, на самом деле. Кому как интереснее. Тут, по-моему, пиццерия ещё была. Не помню, где она находится. Компания Мугл. Надо, мне кажется, до пиццерии сгонять будет. И, может быть, можно доставить пиццу. Хрен его знает, на самом деле. Я ещё не доставлял пиццу ни разу. Но можно это попробовать сделать. Почему бы и нет? Так, тут автомобили покупаются. Тут баночки. Давайте их сразу продадим сейчас. И попробуем доставить, короче говоря, пиццу. Я надеюсь, мы её очень быстро доставим. И, на самом деле, потом реально можно будет купить транспорт. На нём доставлять еду. Но, не знаю, для этого ли нужен транспорт. Потому что транспорт всё-таки, ну, не такое, не дешёвое удовольствие купить, на самом деле. Его ещё, как я понял, надо заправлять. То есть, хрен его знает. Будет ли это выгодно? Но, надеюсь, что будет. Окей. Ещё одни бутылки. Ну, в принципе, по пути можем собирать. Почему бы и нет, да? Почему бы и не собирать? И, собственно говоря, если у вас есть бизнес, то, видите, они приносят деньги, когда только вы на сервере. Если вы лимнёте, то всё, денег он вам переносить не будет. Ну, по крайней мере, заработок, который на снегоуборщиках. Бизнеса, может, как и вроде, приносит деньги. Ну, хрен его знает. Ладно. Найдём пиццерию, короче говоря. Она где-то у нас должна быть здесь. По-моему, она была в жёлтом, в стеклянном здании. Ну, хрен. Так, кстати, есть ферма. Вот там вот можно купить билет до фермы. Приехать туда за 30 рублей. В районе 30 рублей. И, собственно говоря, всё. И купить свою грядку за 5000. И выращивать там что-нибудь интересное. И получать за это денежку. По-моему, не знаю, сколько там прибыл рубль. Или сколько там прибыли. Может, полрубля. Ну, короче говоря, дорого. Что-то дорого реально. Вот. Поэтому отложим покупку, так, говоришь, дорогостоящие вещи. Хотя мне и денег сейчас нет. Принципе на неё. Так. Тут заформируем. Блин, опять всё тоже прибежало. Ёлки-палки. Одежда Гуча. Что-то я бегаю по кругам, да? По кругу. По кругам. Вот это да. Бегаю по кругам. Цитаты великих людей. Цитаты ютуберов по Майнкрафту, блядь. Так, ладно. Поедим. Поедим, 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 поедим. Давай, всё отлично. Блин, где же эта пиццерия? Ёлки-палки. Не могу её найти. Где она? Где она, блин? Покажите неё пальцем. Да как так? Я в реале по кругу бегаю. Ёлки-палки. Я запутался уже. Где пиццерия? Либо я не знаю. Мне... Точно видел пиццерию. Я точно видел пиццерию, блин. Не может её не существовать. Неужели это такое в моём воображении? Ладно. Давайте оплатим гостей. Хотя, может, не оплачивать гостиницу, в принципе. Зачем? Потом оплатим. Так. Пиццерия. Нам нужна пиццерия. Корпорация Гэпл. Магазин Вишня. Блин, где же пиццерия? Тут видим NPC всякие стоят интересные. Наверху. Это всё, блин, на самом деле, не так уж и... Работник, работник, работник. Капец, это не так уж и... Легко. Такой бизнес закупить, в котором будет... Это Кристалликс. Ха-ха-ха. Пипец. Компания Кристалликс. Миллиард рублей. Миллиард. Конечно, она стоит миллиард. И даже пройти не могу. Капец. Витя, какие там люди работают. Даже не пропускают. Елки-палки, а? Капец, ребят. Даже не пустили в Кристалликс. Не пустили в Кристалликс, ребята. Охренеть. Просто. Теперь все будем знать, что не пускают на Кристалликс обычных людей. Обычных ютюберов. Вот и вы нашли пиццерию. 50 тысяч у нас стоит. И попробуем доставить пиццу. Оп. А, не нажалось. Лоу. Оп. Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Нам надо бежать, короче, 21,67. 21,67 на самом деле не так уж и далеко. Но и не близко, в принципе. Мы можем сами ее съесть. Интересно, что будет, если мы ее съедим? Хотите ли бы это знать? Ладно, бежим-бежим-бежим. Доставить пиццу все-таки нам надо как можно быстрее, на самом деле. А, 20, ну, близко, мы близко очень. 22. Ага, видимо. Где? Где-где-где-где-где-где? Здесь что ли? Нет, не здесь, е-м-а. 21,67. 21,67. 67. Вот здесь. 21, это там, внутри. То есть надо за забор. А, капец. Кто бы мог подумать, что это находится здесь. А сколько времени я потерял? Сколько времени я потерял? Свою красоты. Хаус там какой? 7, 7, 7, 7, 7, 7. Того названия казино сказал. Ой, так. 7, все. А, 62 рубля, ну, сейчас неплохо, неплохо. Я как долго доставлял довольно нормально. Но, не знаю, можно ли на бутылке заработать больше, что хрен его знает на самом деле. Может даже нельзя. Но, одно и мы знаем точно то, что доставка это прикольная тема, но она доступна только когда у вас уже есть одежда. То есть вам нужно накопить на самую дешевую одежду. Вот и все. Даже самолеты есть. Пипец, ребят. Даже самолет купить ее по РСТ. Вот это шок. Менее только то, что F3 нужно нажимать, чтобы видеть координаты, да, куда бежать. Это печально. Было бы тут мини-карта на кристалликсе, было бы гораздо удобнее. А то F3 нажимать, ну, такое дело на самом деле. Особенно на записи. Ладно. Так, тут мы все собрали. В принципе, идем продавать нашу тему. Идем продавать наши бутылки. Вот тут, 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 тут. Так. ПКМ. ПКМ. И продаем эти бутылки фиолетовые за 5 рублей. Прошу заметить, за 6 рублей такую баночку, бутылочку. Так. Все бутылки не называются, но... Ну, ладно. Так, все. И все у нас 1600 рублей. Кто мог подумать, да? Ну, в общем, я показал, что уже можно стегауборщиков покупать. Но это еще не все. Можно еще в аренду, так скажем, взять пожизненную лица без определенного места жительства на сервере кристалликс. Сейчас вам покажу, как это делается. Вам нужно найти желтый дом. По идее, вот это, да? Это он. Надеюсь, что это он. Да, это он. Это желтый дом. Доставка пиццы здесь находится рядом. Нифига себе. И спускаемся вниз в подвал и видим тут у нас вот такая вот тема. У меня уже 7. Я бы не сказал, что куплено. Грубо написано. Арендованно, скажем так. Лиц без определенного места жительства. У них тут такой притончик небольшой. Типа бар. Я не знаю, что это. Но вот он их. В общем, такая тема тут есть. То есть, что-то какие-то деревянные блоки. Не знаю, зачем мне дерево хранят внизу. Может, это коробки какие-то. Спальник у них тут лежит. Ну, в общем, нажимаем shift. Отпускаем его. И можем покупить. Покупить, блин. Можем, да. Этого человека. Так. И все. Ну, собственно говоря, на один больше становится. И становится больше заработок. Вот и все. То есть, ничего сложного. Ничего такого необычного. Ну, вот так это и происходит на самом деле на сервере. Хотелось бы, конечно, купить машину. Ну, на машину точно не хватит, блин. Хотелось бы купить мотоцикл. Но цен, к сожалению, там не видно. А может, у меня хватит на более хороший мотоцикл. А я куплю более плохой. Нафига мне это нужно? Вот. Я даже не знаю, сколько еще стоит заправка. Но если вы хотите все это узнать, то ставьте, блин, лайки. И в следующем выпуске мы все купим. Нафиг, блин. Все сделаем. Поэтому ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забывайте, конечно же, подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. Все полезные ссылки в описании, а также ссылки на наш Дискорд. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.